Здравствуйте! Вы смотрите программу События. Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главное событие к этому часу. Шестой посол. Экс-игрок «Крыльев Советов» Евгений Савин теперь официально представляет Самару город-организатор чемпионата мира по футболу. Взяли метла в руки. Мамы-должницы подметают дворы, чтобы прокормить родных детей. До чего дошел прогресс. В Самаре прошел региональный этап Всероссийской Олимпиады по робототехнике. Футболист меняет профессию. Экс-игрок «Крыльев Советов» повесил бутсы на гвоздь и пошел на телевидение комментировать футбольные матчи. А в эти выходные Евгений Савин стал еще и шестым послом Самары города-организатора чемпионата мира по футболу. Целый день со звездой провел наш корреспондент. Так, что-то как-то инертно играет оборона. Сегодня играет. Обратите внимание, в три защитника, четыре в центре и два нападающих. Сейчас модно. Три защитника. Еще вчера он гонял мяч на футбольных полях премьер-лиги «Закрыли Советов». А сегодня Евгений Савин – комментатор спортивного телеканала. Телеведущий не удержался и оценил игру городских волонтеров чемпионата мира в настольный футбол. На этот раз Савин приехал в Самару уже как посол города-организатора Кубка Мир 2018 года. Добровольцы от встречи со звездой получили массу положительных эмоций. Он очень общительный, очень задорный, эмоциональный. И зарядил нас очень большими эмоциями положительными. Очень рада, что была на такой встрече. Это очень помогает популяризировать именно футбол в самом городе и, конечно же, в стране. И такие гости – это очень большое событие. Автографы, фотосессии с городскими волонтерами и Евгений Савин отправился на родной стадион «Металлург». На тренировочном поле собрались ветераны Крыльев Советов. В 75-летний юбилей клуб организовал матч всех звезд. В белых футболках доморощенные куйбышевские игроки и в синих – легионеры. Евгений Савин пришел в Крыльев Советов из Пермского Амкара. За четыре сезона он отыграл 96 матчей и забил 19 мячей. Рассказывает, все было как будто вчера. Нахожусь в таком приятном шоке, потому что многих не видел давно, как, например, Гарника Аваляна. Он меня тренировал еще в Рязани во второй лиге. Мы вспоминали там старые истории. И вот, Иржи Ирошика, конечно, Барасу, Ковбу, ну, то есть ребят Никулина, то есть ребят, с которыми играл. Ну и, конечно, ветеранов, заслуженных, людей тоже очень приятно видеть и приятно выйти сегодня на футбольное поле вместе. Никто не забросил футбол, когда закончили. Все играют, так что никаких проблем. Матч ветеранов Крыльев-Советов закончился победой команды легионеров со счетом 5-4. Два мяча забил Евгений Савин. Посол Самары города, организатор чемпионата мира по футболу. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Встать на коньки, несмотря на заболевания. Всероссийская акция «Жить, побеждая диабет» прошла в Самаре. Мастер-класс по фигурному катанию скандинавской ходьбе провела чемпионка мира. Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая. Олег Зверев убедился, физкультура позволяет не только улучшить самочувствие, но и помогает рассчитывать на победы в большом спорте. Даже человек с тяжелым хроническим заболеванием имеет шанс добиться успеха в спорте высоких достижений. Эту истину ежедневно личным примером подтверждает чемпионка мира, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая. Сегодня известная спортсменка дает мастер-класс для детей с сахарным диабетом. Диагноз – не приговор, и все больше людей приходит на каток. Есть спортсмены с диабетом, да. То, что нужно быть все время под контролем специалистов – это да. Что нельзя самолично взять и отказаться от препаратов – это да. Есть примеры, когда с сахарным диабетом становятся чемпионами. Занятие спортом для людей с сахарным диабетом – это еще и дополнительная терапия. Возможность контролировать уровень сахара, а значит и победить болезнь. Но не дано предугадать, как отреагирует организм на повышение нагрузки. А значит и заниматься надо под наблюдением специалиста. Екатерина Меркулова занимается спортом уже не первый год. В числе предпочтений фитнес, спортивная ходьба, лыжи с четырех лет встала на коньки. Ну, потому что это интересно, полезно, помогает фигуру привести в порядок. Физическая нагрузка, она очень важна и для любого здорового человека, а уж для человека, у которого есть какие-то проблемы, обязательно нужна. Когда доступны для людей вот такие мероприятия, как сегодняшние, то есть есть информация, что будет, скажем, забег скандинавской ходьбы, или будет марафонский бег, или будут малые лыжня. У нас было мероприятие, проведенное одним из благотворительных фондов Самары. Когда есть в доступности такая информация, люди откликаются. Всероссийская акция «Жить, побеждая диабет» прошла по многим городам России и в каждом нашла тысячи последователей и детских надежд на победу в борьбе с недугом, а зачастую и на медали в спорте высоких достижений. Алина Чемерис, Олег Зверев, Василий Калдашов. События. Крепостное избирательное право отменяется. Именно так оценили реформу закона о выборах в Центральной избирательной комиссии. Речь идет об открепительных удостоверениях для тех, кто не сможет в день голосования быть на избирательном участке по месту прописки. Таких людей в России примерно 6 миллионов. По новому закону им необходимо обратиться в ближайшую избирательную комиссию и написать заявление. После обработки документов в специальной системе избиратель получит право голосовать там, где он находится в данный момент. Обратиться в избирком можно будет до 14.00 в субботу последнего дня перед выборами. Как заявили в ЦИКе, новая система будет опробована уже в сентябре в 20 регионах страны, чтобы полностью отработать процесс к выборам президента России в марте 2018 года. Самарский регион готов к изменениям. Сейчас разрабатывается возможность подать заявление через МФЦ и сайт госуслуги. Механизм новый, механизм, я бы сказал, революционный для избирательной системы. И он снимет много вопросов, много претензий, которые высказывали со стороны оппонентов к избирательной системе по поводу и досрочного голосования открепительных удостоверений. В Самарской области продавали яйца, зараженные птичьим гриппом. По информации Главного управления ветеринарией Кабинета министров Республики Татарстан, на птицефабрике Лайшевского района с 3 по 8 мая пало около 5000 голов птицы. Исследование обнаружило геном возбудителя птичьего гриппа. Предположительный источник инфекции – дикие особи. На комплексе не соблюдались ветеринарно-санитарные нормы. Яйца продавались в Казани, Вологодской, Кировской, Самарской областях Республики Коми и Ямало-Ненецком автономном округе. До 1 мая весь падеж отправлялся для уничтожения в Самарский утильзавод. Не заплатил алименты? Отрабатывая и в Самаре родители, которые не платят больше трех месяцев, назначают общественные работы. Железнодорожный район облагораживают мамы-алименщицы. Женщины накопили долги в среднем каждое по миллиону. Андрей Горгуленко проследил за исполнением наказания. Татьяне, задолжавшей алименты, из назначенных судом 200 часов от общественных работ осталось совсем немного. Через пару недель отработка закончится. На нее Татьяна вызвалась добровольно. Признаю свою вину, поэтому... А почему так получилось вообще, что... Ну, была проблема найти работу, поэтому... Смейные обстоятельства. Фронт работы у алиментщиц, которые задолжали своим детям чуть меньше миллиона рублей. Уборка дворов и подъездов в железнодорожном районе, где именно решает коммунальная компания. Эти работы только меры принуждения. Долг все равно придется выплачивать. Обязательные работы тоже не освобождают от уплаты задолженности по алиментам. Это как мера принуждения должников к уплате алиментов. Как ни странно, вот... В последнее время возбужденных исполнительных производств именно на женщины достаточное количество. Всего в управлении Федеральной службы приставов на исполнении находится почти 11 тысяч производств по взысканию алиментов на общую сумму 818 миллионов рублей. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События. Далее коротко о других событиях дня. В губернии активизировались мошенники. Как сообщают региональные СМИ, злоумышленники ходят по квартирам, представляясь сотрудниками газовой службы. Они навязывают гражданам приобретение газоанализатора, который якобы должны установить все потребители. Нередко предлагаемые приборы не являются исправными и реагируют на многие вещества в воздухе. Меж тем, в соответствии с законом, работники соответствующих служб должны устанавливать приборы контроля утечки газа лишь в новых домах и на новом газовом оборудовании в частном секторе с врезкой в трубу. Это делают исключительно специалисты. Из-за вируса в Самаре была временно приостановлена выдача прав и автономеров жителям. В этот день была зафиксирована атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows. Сейчас сбои в работе отсутствуют. Стоит отметить, что вирусным атакам подверглись и сервера ГУ МЧС России по Самарской области. Их удалось отбить. Сызранские спасатели эвакуировали с острова на Волге двух мужчин. Это произошло в воскресенье 14 мая в районе села Бестужевка. Сами рыбаки не смогли добраться до дома, так как их лодка после того, как довезла их до места лова, дала течь и затонула. На помощь им был отправлен катер спасателей, которые к полуночи благополучно доставили рыбаков на берег. 14-летняя девочка таджикской национальности пришла за помощью в полицию, уверяя, что родной дядя заставляет ее заниматься попрошайничеством. Ребенок передвигался с помощью костылей. Полицейские позвали врача для того, чтобы он осмотрел девочку. Выяснилось, что у нее сломана нога. По словам девочки, она упала на лестнице в переходе. Врачи скорой госпитализировали пострадавшую. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних отправили всю информацию в органы опеки и в центр семьи. С 15 по 18 мая в трех районах Самары не будет горячей воды. Специалисты приступают к проведению второго этапа ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей. Горячее водоснабжение отключат в пределах улиц Волжский проспект, Максима Горького, реки Самары, братьев Коростелевых, Комсомольская площадь, Пятигорская, Новоурицкая, Авиационная, Клиническая, Держинского, Партизанская, Аврора, Гагарина, Революционная, Новосадовая, Соколова, Лесная. Умный дом, окно с антидетским датчиком, бур для парковок в густо застроенных кварталах. Инженерные идеи молодого поколения в одном месте. В Самаре прошел региональный этап Всероссийской олимпиады по робототехнике. Чем заняты умы юных инженеров, знает Марьяна Мирная. Эти малыши еще не автолюбители, но о пробках уже задумались. Придумали специального робота, которого можно вызвать в случае аварии. Машина приедет, сделает фотографии происшествия и направит их в ГИБДД, чтобы разгрузить дорожное движение. Но пока это только фантазия. Она очень реальна. Вы даже не представляете, насколько многие машины хотят оснастить такими маячками. То есть это уже почти на половину реальность. Осталось сделать только такого робота. Робототехническая олимпиада – это 8 категорий инженерного творчества. В год экологии многие проекты связаны с очисткой от мусора города и водоемов. Одна из интересных разработок – окно, которое открывается в зависимости от уровня влажности воздуха. Но закрывается, если к нему подходят дети или домашние животные. Умный дом придуман не для широкого применения, а для использования на полярных станциях или, скажем, островах. Давайте посмотрим, как же он работает. Вот у меня есть карточка, которая отключит сигнализацию. Вот так это работает. Итак, посмотрим. Здесь есть солнечная батарея, которая обеспечивает подачу электроэнергии, свет, тепло и так далее. Внутри вот эти красные датчики – это инфракрасные датчики, которые помогают солнечной батарее. Если не хватает и этого, в силу вступает ветрогенератор, который вот так вот крутится. Свет зажигается, если человек появляется в комнате, а если покидает эту комнату, то свет автоматически гаснет. С каждым годом количество участников Олимпиады растет. В этом году их почти 200. Свои достижения в сфере робототехники представляют юные инженеры, которым едва стукнуло 6 лет. Это полноценное соревнование, полноценный спорт, который говорит не о физических навыках ребенка, а о инженерно-технических, скажем так, новое мышление. Ребята все как раз примерно пятых-седьмых классов или даже меньше. То есть то поколение, которое максимально заинтересовано в том, чтобы приблизиться к информационным технологиям и робототехнике. Очень рассчитываем, что к 11 классу это будут уже лидеры не только Российской Федерации, но и международных соревнований. Победители регионального этапа будут представлять Самарский регион на всероссийском этапе в Казани. Те, кто войдет в российскую сборную, отправятся на мировой турнир по робототехнике, который пройдет в Коста-Рике. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Самарцы провели выходные в ритме джаза. В городе проходит шестой международный фестиваль «Мувинг-клаб». Коллективы из разных городов России и иностранные гости исполняют традиционный и современный джаз на нескольких площадках города. На одном из концертов побывала Лариса Шлафаст. Искусство импровизации на самарской сцене демонстрируют музыканты-виртуозы со всей страны и гости из Франции и Люксембурга. Международный фестиваль – хорошая возможность познакомить современных слушателей с удивительным миром джаза. Помимо того, что мы делаем эту музыку более доступной, более популярной, мы еще и встречаемся с коллегами-музыкантами со всей страны и видим, что не мы одни стараемся сделать эту музыку более популярной. Это уже шестой фестиваль джазовой музыки в Самаре. Он проходит сразу на нескольких концертных площадках и в клубах города. Выступления артистов дополняют мастер-классы и джемсейшены. Фестиваль проводится для того, чтобы популяризировать эту музыку, для того, чтобы дать новый толчок и джазовому движению в нашем городе. Ведь раньше Самара была одним из, в числе первых, по количеству джазовых музыкантов и джазовой жизни в России. Это бессмертный вид искусства, очень оригинальный и, что характерно, самый многостилевой. И вот сегодня даже здесь вы можете убедиться, в джазе, ну так, по памяти я вам могу насчитать, около 30 стилей направлений. Понимаете, а это тоже ведь это, сколько вкусов охватывает один музыкальный джаз. Продлится музыкальный праздник до 19 мая, но на этом организаторы не останавливаются. Джаз в Самаре будет звучать все лето. Музыканты планируют выступать на открытых площадках города. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. А вот каких событий мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Дополнительный выходной за спасение жизни. Мобильная станция переливания крови приезжает к донорам. Школьный бум. В Самаре продолжаются масштабные стройки учебных заведений. Советские спали на орбите. В Самаре отметили юбилей первого старта ракеты «Энергия». На этом наш выпуск завершен. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий.